так всем привет ребята это разбор одного из учеников ошибки над курсовой работой сейчас мы будем ее вместе доводить до идеала проделана большая работа но есть ряд моментов которые на которые нужно обратить внимание и соответственно работу довести до идеала покажу сейчас целиком всю работу со звуком который сделан в проекте и далее будем разбирать по этап на по кусочкам чтобы соответственно наглядно было уже понятно где какие моменты нужно исправлять поехали а Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... То есть не хватает хорошего микса, мастеринга. То есть первое, что бросается в глаза, это слишком большой частотный диапазон. То есть вот эти моменты, если они будут, допустим, на такой громкости мы будем слушать. Ну, к примеру... Вот я сделал в половину громкости у вас. То есть вот эти участки уже будут сильно проигрывать и атмосферы как таковой, то есть очень будет слабо слышна. Это первый момент. Поехали дальше. Вторая ошибка. Динамический диапазон. У нас постоянно сменяются планы, сменяются дальний, крупный план. И изменения по частотному, по динамическому диапазону не наблюдается. То есть вот на старте даже это элементарный эмбиенс, который звучит, в принципе, одной волной вот этот ветер. То есть здесь подложена просто атмосфера и динамически никак не меняется. Вот супер близкий кадр, да? Потом дальний. И кадр на главном герое. Да? Акцент на главном герое. По сути, что нужно, можно сделать. Даже на старте уже можно поменять динамику. Сделать здесь, допустим, глубокий гул, либо наоборот верховой, то есть насыщенный. Дальше мы делаем срез, потому что у нас здесь скала, атмосфера должна поменяться. Акцент на фоуле травки. Можно сделать более глубокий гул. То есть сделать потише уже динамику. И третья сцена. Это акцент на героя. То есть здесь должна быть пронзительный такой низкий гул и должен чувствоваться масштаб, если говорить об атмосфере. Вот, поехали дальше. Оценивая вот эту сцену. Мы слышим здесь и видим по спектрограмме частотный очень сильно заглушен спектр от где-то тысячи с половиной. До, соответственно, двадцати. То есть задача, я понимаю, какая была, подчеркнуть боевку на заднем плане, тем самым срезав частотный диапазон до 600, до 500, то есть до саб-середины, до низкой середины. Вот, по логике это правильно, то есть чтобы создать атмосферу и не выделять, грубо говоря, подчеркнуть, во-первых, боевку за помещением, да. То есть непонятно, есть здесь тут стекла или нет. То есть по сути должен быть глуши, конечно, звук, потому что объект и бой, он находится на дистанции. Но у нас же вся сцена, грубо говоря, обрезана по данному спектру и, соответственно, нету яркости, нету сочности. И даже, кажется, вот, допустим, когда у нас идет вроде как яркий мощный взрыв, у нас вот про запуск корабля никак не подчеркнет. Хотя это мощный, грубо говоря, такой же мощный луч огня, да, то есть мощный подъем корабля, который, по сути, должен звучать. Так же, как и взрыв, который у нас совсем близко находится. Но он никак не подчеркнут ярко, сочно, то есть и не выделен по дальности. То есть у нас все в одной громкости и все, грубо говоря, смешано в кашу, плюс еще и зажаты все частоты верхние. И получается просто как будто мы вывели звук с битрейтностью, там, не знаю, 32 килобита всего, то есть, грубо говоря, да, в mp3 еще, то есть, для мобильного телефона. Вот, поэтому, как исправлять вот этот отрывок? Ну, во-первых, так как плановость меняется, да, у нас сразу должна быть динамика по частотам и по балансу, конечно, меняться. Вот, от этой боевки, от этого кадра, от этой сцены, то есть, пролетающие корабли. Здесь должен быть уже жесткий, мощный саб, плюс верха, конечно, должны быть сочные пролетающего корабля. Я этого не слышу, вот, потому что, если мы хотим подчеркивать ближние, ну, как-то делать общую картину и выделять крупный дальний план, ближние какие-то пролетающие, мы, конечно, должны учитывать, как объекты вот эти, которые близко находятся, также и панораму, то есть, слева направо у нас должна быть панорама, слева к центру в данном случае. Вот, плюс взрывы, хоть они далеко, да, то есть, но все равно должен быть масштаб, должна быть сочность. Вот, как взрыв. Почему тогда взрыв, по сути, по логике, то есть, он выделен, да, где он? Он, вроде, имеет какой-то окрас. Ну, и то, все равно все, как бы, зажато, вот. Вот, но остальная боевка тоже, она должна быть сочная. Вот, здесь у нас появляются, да, немножко, немножко ощущение создается, что пролетело, но все равно нету, опять же, сочности, вот, пролетающего корабля, близко пролетающего. Здесь, соответственно, по динамике. Опять же, ничего не меняется по частотному и динамическому диапазону. Вот, как была боевка, вот, в одной громкости, грубо говоря, меняется сцена, уже даже меняется площадка, мы уже в здании. Все равно, все такой же звук, никакой, никаких изменений. Плюс, если говорить уже, разбирать именно саунд-дизайн. Пока музыкальный саунд-дизайн не разбираем, то есть, я так, чисто набросают. Минорная скрипка, лирика, нотка. Здесь должен быть райс, либо увеличение какое-то по тональности, допустим, там, там что-то такое, либо райс какой. Здесь должен быть какой-то, ну, он есть, да, в уши, но он слабенький, слабенький. Плюс, подчеркнуть можно корабль, вот этот мощный. От него лучи, да, какие идут выстрелы. И какие там от маленьких писюх. Нету ощущения, вот, данного, допустим, объекта. Можно его подчеркнуть каким-то дроном, дроновым звуком, там, что-то такое. Плюс сабов добавить, да, помощнее. Вот. Дальше. Взрыв сочный должен быть. Пролетающие корабли сочные. Меняется динамика по частотам тоже должна поменяться. Там сочнее, здесь глуши. Поехали дальше. Фаули звуков вообще нету. Должны быть фаули звуки movement, то есть ткани одежды, пробегающих футстепов. Плюс, скорее всего, какое-то дыхание, паника. Здесь можно музыкально подчеркнуть динамику и тревогу создать. То есть сначала, допустим, сделать какой-нибудь, опять же, дроновый звук, глухой. Далее мы можем подчеркнуть тревожное настроение. То есть тут идет спасение. Девушка спасает ребенка. Это должен, это очень эмоциональный момент. Здесь должна быть какая-то тревожная скрипка, плюс ритм-секцию можно добавить. Но так как у нас, грубо говоря, кино в мультипликационном формате, должны быть сочные звуки. Звуки должны передавать эмоцию. Вот это. Здесь все мертвое. То есть следовательно, можно также подчеркнуть дыхание какое-то, как она бежит. Плюс ребенка можно подзвучить, типа, а, ну там какие-то такие детские возгласы. Ребенок же тоже, он не может быть безэмоциональным. То есть любая, любой фоуле, любой войс, он подчеркивает, усиливает сцену. Ну, по синхрону вроде норм. Я бы сделал более мощный звук дверцы. Так как он близко, во-первых, вот, пневмозвук, по-моему, посочнее бы сделал. И плюс, конечно же, изменения должны, да, по спектру, а грамме тоже по частотному диапазону. Здесь, да, чувствуется динамика, но опять же, с учетом всей сцены, конечно, она настолько минимальна, что она не чувствуется, когда закрывается дверца, должна быть, ну, должна быть значимая разница между тем звуком, который был внутри, и звуком, который уже в закрытом помещении. Аттенюация должна учитываться. Возглас. Ребенок. Далее. Крупный должна уже, ну, по музыке, ладно, потом. Крупный план, опять же, появляющихся сбоку киборгов. Не слышны вот эти футстепы. Я бы их мощнее сделал. То есть металлический камень, вот эти. С синхроном выстрелов на старте есть ошибки. Там что-то нужно смотреть. Сколько тут выстрелов? Раз. Два. Два выстрела всего. А тут идет очередь. То есть уже тоже рассинхрон. Прострелы металлические должны быть сочные, настолько сочные. То есть она их вырубает. Более в хедшот еще. Запуск корабля. И сам взрыв должен быть... Должен быть вот эта сцена, момент, когда сгорает мать. Она настолько тоже эмоциональная и мощная должна быть. И должен быть перетекание, вот переход вот этот, подчеркнут, должен быть резкий. В синематик формате. То есть... То есть... Никаких фейдов желательно здесь не делать. Тут можно сделать... Ну можно, конечно. Но вот этот переход, вот этот кадр... Вот должен здесь быть подчеркнут обязательно. Так. Вот даже с тишиной уже сразу, то есть резкая динамика, смена, вот когда есть этот прием в синематографе, когда вот эти флешбеки, они насыщенные. И потом резко, то есть тишина, либо можно часто подчеркнуть музыкально, допустим, скрипка какая-то, либо клавишна одна, минорная, минорный аккорд какой-то. Вот. Следовательно, динамика атмосферы, как я уже говорил, слабоватенько, то есть... По громкости. Здесь неплохо. Но опять же, здесь есть выстрел, насколько я вижу. Или это не выстрелы? Да, это выстрелы, которых, соответственно, тоже по стерео базе... Один слева вроде был. Да. Один слева, другой справа. То есть их не слышно вообще. Шаги должны быть тоже настолько мощные. И опять же, учитывать нужно немножечко... Да нет, хотя здесь панорамы сильно нету, но можно немножко поиграться. То есть, чтобы сделать слева направо, шаги подчеркнуть, слева в центр. Вот. Они должны быть мощные. Здесь не хватает вообще саба. То есть характер другой совершенно. Нужно поиграться с шагами. Они должны быть мощнее. То есть они должны быть насыщеннее. И я бы ревер вообще убирал бы. То есть они должны быть близко. Пространственную обработку не делал бы. Так, надо потише сделать. Импакта не хватает здесь. Здесь металл об металл. Скрежет. Должен быть жесткий импакт. Вот этот момент разрыва. Разрыва, то есть. Тоже слабенький вот этот вот. Всплеск. Скрежет не хватает. разрушение робота киборги кайфай какой-то звук можно добавить здесь они по сути должны тоже иметь какой-то характер если мы хотим подчеркивать героев персонажем работаем с персонажами каждый должен иметь какой-то характер чтобы персонаж каждый запоминался почему не озвучивают закадровым голосом одним допустим всем пути мультяшных героев каждого актера подбирают максимально точно чтобы они еще и похожи были чтобы было ассоциативное мышление запоминалось визуально до визуально восприятие героя и его соответственно характер подчеркивался соответствующим голосом вот и в sky фай тематики киборги они тоже по сути имеют то вспомните звездных воинов вот этих роботов белых таких вот вытянутой головой они же своеобразно звучали своеобразно ходили а вот то есть какие-то такие sky файны и звучки выстрелы конечно слабовать не очень даже по опять же по динамике на ошибка то есть вот эти цвету очень тихие у них нет даже середины вот и тут меня не меня ничего ну как бы не услышишь шаги шаги синхрон норм с уж мед сворда отличный но я бы добавил если подчеркивается или электро вот это вот атмосфера добавил во первую тоже опять же тоже голова получается какого-то киборга сделал бы такой когда гаснет что-то такое sky файны и звучки можно добавить войс опять же каких-то сделать обработать тем же там грейн пич чем каким-то либо манипулятором от машрумс или же элементарный изотопник тар поиграться там с обработками то есть на кучу вариаций либо элементарно просто растянуть по варпинг сделать плюс хорус плюс фленджер и уже получится космический какой-то sky файны войс и я бы подчеркнул меч энджайн таким звуком но электрическим таким типа оля этот самый star wars потому что он же светится он какой-то все-таки сабовый такой низкий электрический звук чтобы придать характер мечу потому что он ну необычный из не просто свор до какой-то большой махнули понимать пневма дверь должна мощнее в разы звучать то есть тут ярко выраженный скрежет просто как было открывают металлические ворота просто вручную отвлакают здесь должен пневматическая дверь sky файна здесь плохо слышно выдать глубину то есть Здесь вопрос глубины, я бы сделал просто поглубже, погромче немножечко, то есть атмосфера данной картины прикольная, здесь прикольно подобрано, но не хватает глубины все равно. Ну вот так, то есть тут поработать с сабами, с низами, с середины, может быть добавить несколько лейринг какой-то сделать, дипсаб добавить, да, чтобы нагнетающая вот эта атмосфера была с саундом низами. Звучки сочные, прикольные, скайфайны вот эти последние. Последняя сцена вообще не мощная, тут нужно тоже райзами добавлять и очень мощные делать финальные звуки, то есть нагнетать, чтобы не было пустоты вот этой. То есть финальная сцена, здесь уже должно быть что-то... То есть, ну, звук такой, понимать, здесь я бы сделал там что-то такое собирающееся. И вот в финале очень классно бы проработал вот этого персонажа, чтобы он звучал как из войны миров. Ну, не как, а именно что-то глобальное, мощное. То есть вот эти вот щупальцы, чтобы... Как, ну, не знаю, как а-ля трансформер, да, сочно, чтобы было. А не просто два метал-хита добавлено металлическим ударом. Вот этот подъем должен быть мощным. И вот здесь очень сочные должны быть как лезвия. Такие прям вот как а-ля сворды, да, прям, чтобы было страшно от этого звука уже. А тут настолько все аккуратненько, так чуть-чуть. Я бы уже сделал вот здесь тишину. И не делал бы свушь на вот именно акцент на лого. Тут акцент должен быть как раз вот здесь. Здесь же у них столкновение прям. Импакт какой-то. Плюс райс с вушем. Жесткий. Вот, что-то такое. Обрезается же. И здесь уже пустил бы какой-то либо синт с учетом, да, музыкального. Либо финальный аккорд. Там можно сделать, обыграть по-разному. Можно минорную опять ноту пустить. Все зависит от музыкального ряда, который мы подкладываем, усиливая всю атмосферу картины. То есть либо обрубать вот так и делать. Либо делать райс, но сделать просто аккуратно повесить там ту же валхалу, чтобы не совсем обрубалась, а легенький был хвостик. Ну, и здесь в конференции какой-то либо аккорд, либо нотка, либо скрипка. Все, что угодно. Как-то так, надеюсь, получилось разобрать и помочь многим ребятам, которые сейчас работают над разными проектами, в том числе надкурсовыми в моем обучении, в том числе просто ребяткам, которые занимаются саунд-дизайном. Обращайте внимание на детали, обращайте внимание на эмоциональное состояние главных героев, на персонажей, на динамику, крупный и дальний план, атмосферу в целом. Не бойтесь пользоваться спектроанализаторами, элементарным просто эквалайзером, чтобы посмотреть, а что у вас вообще по частотам. Вы же, когда музыку слушаете, вы же не делаете у себя вот так вот. Конечно, нет. У вас все классно звучит, инструменты не мешают друг другу, все в пачке, сочно. Да, как бы есть определенное влияние там верхних частот, нижних частот, по-разному. Но мы должны, учитывая вот эти моменты, конечно же, и реализовывать, соответственно, звук в проекте. То есть, ну, совсем гасить, да, и совсем стараться делать аккуратненько тоже не стоит. То есть, нужно стараться сделать в меру сбалансированный микс. Также можно не забывать на старте, когда мы делаем, смотреть, что у нас по исходному звуку, то есть, по выходу. Вот здесь вообще минус 36. Пиковая, да? РМС смотрим. Минус 11, минус 12. Люфсы смотрим. Так, где у нас там люфсы? Ну, по громкости, в общем и целом, здесь, как бы, нормально сделано. Есть, да, динамика, конечно, если сравнивать вот эту часть и эту. Вот. Но нужно, да, если мы, как бы, делаем атмосферу, в общем и целом, да, картины, то нужно, конечно, учитывать в целом вообще весь проект. То есть, где, какая максимальная у нас там пиковая, какая динамика там на минорных. Вот. Если чисто говорить про саунд. И опять же, совокуплять музыку, грубо говоря, со звуком правильно. То есть, когда у нас музыка там, допустим, здесь же, мы можем выделить круто, да, вот это настроение минорным аккордом, к примеру. Здесь сделать на первом плане движ, то есть, динамику в саунд-дизайне, саунд-дизайном музыкой, чисто подчеркнуть настроение, усилить, да, вот это эмоциональное состояние. Либо же наоборот, если мы хотим показать композиторскую какую-то клип целый, конечно, тогда нам нужно отталкиваться целиком и полностью от музыки и уже добавлять звуком, делать полноценно, да, вот, грубо говоря, улучшать нашу композицию, наш музыкальный, музыкальную композицию. Вот, и от этого, то есть, анализируя нашу задачу, что мы хотим по итогу, мы уже начинаем рисовать как художники, грубо говоря. Вот, ну, пока больше нечего сказать, будем смотреть на результат, вот, если есть желание разбора еще какого-то, пишите, присылайте, я запишу такое же видео, объясню на ошибки, да, укажу, вот, объясню, что поправить и на что обратить внимание. Вот, всем пока!